ну что привет 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 адепты успели да это действительно первая трансляция фактически можно сказать что первая трансляция в этом году потому что формально в общем-то одна трансляция у меня была по моему 1 января 2 января уже не получилось выйти заблокировали предыдущий аккаунт и собственно говоря очень долго велась переписка очень долго я разблокировал предыдущий аккаунт который был очень такой жирный очень раскрученный с большим количеством подписчиков с большим количеством лайков вот ну в общем то я дошел до того что его действительно разбанили мой предыдущий аккаунт действительно есть поиски по перископу и даже по моему по количеству лайков он первый в россии но аккаунт перископе но не все оказалось так просто аккаунта вроде бы разблокирован а пользоваться им я до сих пор не могу потому что до сих пор нахожусь под определенными санкциями да и мне стало неудобно в том плане что я обещал вам исправить ситуацию выйти на связь так или иначе а время тянется и тянется и причем не по моей вине по вине администрации перископа поэтому в конце концов я решился и завел новый новый аккаунт заблокировали то что говорят совершенно не соответствует действительности говорят что все нормально что все работает но говорят что был in appropriate content то есть не соответствующее правилам перископа содержания но это я думаю не более чем отмазка да все отлично работает потому что потому что новый аккаунт и потому что на самом деле подписчиков мало я не думаю что блокирует всех тех кто полезен или бесполезен я думаю что это абсолютно коммерческая организация но им по барабану кто там что там как там я думаю что это такой очень хитрый ход дело в том что перископа не было никаких легальных рычагов на меня воздействовать потому что с точки зрения законодательства я никаких правил перископа не нарушал да у меня было большое количество подписчиков у меня было очень большое количество лайков до дачка онлайн кстати можете поприветствовать меня по щелка щелка по монитору чтобы было больше лайков ну мы сейчас все эти вопросы решим по поводу эфира по поводу стандартов и так далее потому что это самый первый выход вот и я еще не определился так что давайте сейчас как раз мы про это и будем говорить такое по поводу перископа старый аккаунт действительно был заблокирован новый аккаунт ну вот дэн борисов кто-то тот по моему был денис борисов а вот этот я сократил дэн борисов потому что все остальные в меня мы были заняты либо какими-нибудь гоблинами который косят под меня либо уже заняты мной были там два аккаунта вот так что подписывайтесь ставьте лайки а я буду отвечать на ваши вопросы ну вот по поводу перископа раз уже же я не буду пользоваться старым аккаунтом можно так сказать поделиться правдой чтоб многие люди знали на самом деле аккаунт естественно был закрыт заблочен за накрутки но никаких легальных инструментов для того чтобы доказать какую-либо связь между этими накрутками и мной у команды перископа не было поэтому они в штатном режиме после нового года заблокировали огромное количество аккаунтов все аккаунты у которых были накрутки а такие аккаунты на самом деле все абсолютно все всех кого вы видите в топе топ-100 топ-200 это все сумасшедшие накрутки сумасшедшие накрутки просто я как-то считал считал конверсию меня там получалось что в лучшем случае на самых таких более-менее вменяемых аккаунтов живых людей 20-30 процентов остальное все накрутки так вот ребятам надо было что-то делать ну потому что они смотрят смотрят у чувака какого-то там из россии у него один ярд лайков ярд лайков это при том что летом ярда лайков по моему был ни у кого не было вообще в мире они думают надо что-то делать накрутки но оснований никаких нет то есть нету нельзя доказать связь меня и вот этих вот накруток до есть накрутки но это же могут быть какие-нибудь конкуренты какие-нибудь злопыхатели понимаете и они попали в очень такую двоякую ситуацию с одной стороны нужно как-то реагировать для того чтобы прекращать эту караси карусельку а с другой стороны никаких легальных инструментов у них нет поэтому они написали какой-то там бред я начал переписку там с майком и службы поддержки и он там писал там неподходящий контент пишешь какой неподходящий контент естественно никто ничего сказать не может потому что это не более чем способ наказать каким временно ну и вот после того как я им вынес мозг где-то через по моему полтора месяца не действительно разблокировали мой аккаунт и я скажу они бы разблокировали аккаунты всех остальных ребят если бы они переписывались со службы поддержки просто никто практически это не делал кроме меня я делал меня разблокировали и к вам действительно снова сейчас доступе его можно видеть выдачи по перископ но это же не решение если если так будет всегда то все и будут дальше накручивать поэтому эти ребята придумали хитрый ход они заблокировали саму возможность авторизации на мой к то есть да аккаунт есть я ввожу номер телефона жму дальше не приходит действительно код для подтверждения но этот код он не код он собака короче этот код он не подходит выводит постоянно определенную ошибку и я думаю это очень классный способ наказания в том плане что в любой момент если я начну с ними там судиться да вдруг я бы оказался таким психом потому что все легальные инструменты для этого есть никакие условия договора которые подписывал там цифровая подпись ничего этого не нарушена вот если с ними начну судиться то в конце концов они это все разблочат и можно будет пользоваться тем аккаунтом но для этого придется потратить безумное количество безумное количество сил и ресурсов они прекрасно понимают что подавляющее большинство тех ребят у которого накрученные сервисы они даже письмо не напишут по поводу разблокирования потому что либо лень либо английский не знает либо еще какие-нибудь причины но окей вот такие немногие как я которые напишут им разблокируют ну а дальше все равно не дадут пользоваться какая-то ошибка в авторизации ну не я бы не сказал что они такие нехорошие ребята дело ну сервис защищает себя более того у них нету легально никаких инструментов для защиты себя да это нормальная тема но вообще этот это абсолютно нормально в любых сферах в политике в бизнесе постоянно идет такая двойная игра они берет типа все нормально мы разблокировали с ними начинаешь переписку гэш ребят сканы им присылаешь у вас не работает авторизации никто нет все нормально все нормально пользуйтесь то есть называется по-русски включить дурака вот американцы умеют включать дурака я вас уверяю не хуже чем русские когда им это выгодно поэтому вот такая вот ситуация да 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 в москве вот перископ завел в москве приехал в москву завести перископ так что вот такая вот ситуация и чтобы вас не дурить я решил решил завести новый аккаунт и так сказать реально подай в суд понимаешь написать четыре слова сказать подай реально подай в суд это очень легко а реально подать суд причем суд на территории сша это только очень сложно поэтому мы все очень легко раздаем советы по поводу того как правильно что нужно делать но сами очень редко этим пользуются да я юрист именно поэтому я тебе говорю что затратная часть на ведение этого дела и для того чтобы получить позитивный результат она несоизмеримо с прибылью я это оценил и поэтому это озвучил ну хорошо ребят давайте не будем очень долго про такие грустные и печальные вещи тем более мы так с вами давно не виделись давайте пообщаемся по поводу основных вопросов и основного графика да яр тоже рад что я вещаю правда не знаю в каком режиме как долго это все будет происходить потому что пока подписная база она как бы уничтожена и по большому счету есть сейчас начинать основан самого нуля это прикольно всегда начинать самого нуля вот я еще не выбрал время возможно это будут утренние вещания возможно это будут вечерние вещания можете писать не свои пожелания и не выбрал длительность я даже честно говоря еще формат не выбрал я просто решил озвучить свой аккаунт чтобы быть на связи а дальше в процессе взаимодействия с вами я как-то выберу соответствующую стратегию что всем было более менее удобно вполне возможно это будут не такие форматы как раньше когда я брал какую-то отдельную тему размышлял по ее поводу вполне возможно это будут какие-то в ответы на ваши вопросы ну я эту трансляцию на ютюбе выпускать не буду но на ютюбе хватает ребят которые берут мои трансляции заливают на youtube вы абсолютно легко можете ими пользоваться никаких с этим проблем нет давайте я отвечу на 5 ваших вопросов и пойду есть курицу если у вас конечно есть какие вопросы дэнчик читает пока я не снимал тренажеры сабикс выгодно ли продавать республики беларусь республики беларусь мне кажется сейчас невыгодно продавать абсолютно ничего ничего потому что я как не смотрю на тут бай новостную ленту это какой-то мрак чуваков сажают направо и налево начиная там от каких-то монстров типа ти чижика чижика посадили это самый известный предприниматель республики беларусь права рука президента даже его посадили за неуплату налогов и заканчивая всякой мелочевкой там ребята которые там допустим торговали там алкоголем через интернет вот сейчас выходит новый указ нельзя будет торговать этим ребята открыли бизнес такой хороший там настроились все дела а вот так вот ну короче я бы не советовал продавать что там про эрика давыдача какой-то вопрос был или мне показалось а так так про гипертонус давайте давайте следующий раз потому что это длительная тема и чисто спортивная давайте по формату наших трансляций по времени по темам а что про эрика в чем конкретно вопрос на про эрика давыдача которого посадили который перископер вся руси был а гандон или нет знаете в каждом человеке есть гандон и нет да вот по поводу эрика давыдача эрик давыдача я не думаю что мега порядочный человек ну в общем то так же как и я на самом деле мы все там любим вешать себе нимб на голову что мы такие святые классно на самом деле это не так в общем-то про эрика давыдача то же самое эрик давыдач ну обычный человек который посрался с другим обычным человеком или необычный человек в плане ресурсов но в плане внутреннего содержания то же самое мне кажется что эрик давыдач вот когда он вот у лабуду вешал по поводу того что там я избавлю россию от коррупции я черный плащ летящий на крыльях ночи все будет хорошо я не отступлю мне кажется что вот в эти сопли он на самом деле и поверил знаете человеку свойственно мыслить позитивное и вот человек верит в то что я вот спаситель мира я изменитель мира и вот эрик давыдач видимо вот один из таких товарищей потому что по-видимому те статьи которые мы им приминировали по поводу мошенничества они действительно актуальны он действительно когда-то вел себя непорядочно и нечестно по отношению другим людям с другой стороны он действительно много раз раскрывал различные коррупционные схемы пусть даже часто своих собственных интересах но знаете это способ такой повысить доминантность то есть показать что вот смотрите я их словил вот их все боятся смотрите я их наказываю я их жестко наказываю вот мне кажется в этом все фишка и в процессе всего этого действия человек очень часто начинает сам себя обожествлять ну типа там я ничего для себя я все для людей знаете у нас вот в правительстве все такие сидят кого не спроси он ничего для себя все для людей давно вот вот такая вот фигня а в целом но если говорить про эрика давыдача мне к нему негатива нет наоборот такой мужчина даже хоть во первых позитивный всего вот этими вот там это что там тамара лошары какие-то нищеброды поехали на комаре да вот но это прикольно на самом деле какой-то степени это даже мотивирует на то чтобы херачить зарабатывать ну и быть достойным ну человек попал в колесо рашин правосудие почему ну потому что он прыгнул на слишком серьезных людей я конечно мог сейчас постебаться по поводу того что это мы с ним а где там его закрыли ну конечно тоже не правда будет ты что-то конфликт не маги который у них был никак не связан с тем что произошло но совпадение забавное вот что про няньку с головой думаешь про няньку с головой я думаю что у каждой няньки должна быть голова так хорошо друзья я вижу переехать питер семьей как быть пропиской дитя в детсад надо ты переезжаешь питер устраиваешься на работу покупающие регистрацию с этой регистрации идешь и ребенка устраиваешь за про няньку с голова про эту сумасшедшую которая отпилила ребенку голову ходила по москве ну я считаю что абсолютно правильно сделали что не кричали об этом как всегда и везде да потому что до ситуация печальная ситуация ужасная я представляю себе родители которые которым друг вот так вот сообщили что вот их няне из головок ребенка но это не та ситуация которая должна муссироваться вокруг растут дети неокрепшие подростки такие как мы у нас же может крыша съехать вот поэтому хорошо что об этом везде не кричали хорошо ребят очень рад был с вами пообщаться пусть и в таком урезанном урезанном ключе я думаю что теперь мы будем более-менее регулярно по поводу следующей трансляции не знаю может быть завтра может быть послезавтра я планирую делать от 3 до 7 трансляций в неделю я пока еще просто не сформировал не сформировал представление как это должно быть поэтому пишите свои варианты ну я же он говорит говорю мы решили что трансляции будут не реже чем три раза в неделю не чаще чем семь раз в неделю формат по длительности я думаю будет где-то от 20 до 40 минут скорее всего тема будет не рассматриваться может быть рассматриваться дело в том что по теме определиться вы мне должны писать что вы конкретно хотите вы ничего не пишите поэтому мне придется как всегда взять ответственность на себя и принять решение либо провести несколько трансляций собрать мнение людей на основании этого принять решение вот я так у вас демократ я люблю слушать не только себя но и вас я вам даю такую возможность но пока еще раз новый аккаунт в перископе вот такой вот он модный дэн борисов подписывайтесь ну и лайкайте дэнчику а дэнчику скоро снова выйдет на связь всем хорошего дня и хорошего настроения приписывайтесь на мой канал Продолжение следует...